Апулей, перевод Кузьмина, пятая книга, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья глава. Между тем психея, оставшись одна, волнуется в скорби, подобно бурному морю. И хотя решение принято и душа непреклонна, все же готовясь протянуть руку к преступлению, она еще колеблется в нерешительности, и противоречивые чувства отвлекают ее от злого дела. Спешит, откладывает, терзает, трепещет, отчаивается, гневается, и, наконец, в одном и том же теле ненавидит чудовище и любит мужа. Но вечер уже шел к ночи, и психея в торопливой поспешности делает приготовление к безбожному преступлению. Вот и ночь пришла. Сук-пруг пришел, и, предавшись сначала любовному сражению, погрузился в глубокий сон. Тут психея слабеет телом и душою, но, подчиняясь жестокой судьбе, собирается с силами и, вынув светильник, взяв в руки бритву, решимостью преодолевает женскую робость. Но как только от поднесенного огня осветились тайны постели, и видит она нежнейшее и сладчайшее из всех диких зверей чудовище, видит самого Купидона, бога прекрасного, прекрасно покоящегося, при виде которого даже пламя лампы веселей заиграло и ярче заблестело бритвой святотатственной острие. А сама психея, устрашенная таким зрелищем, не владеет собой, покрывается смертельной бледностью и трепеща опускается на колени, стараясь спрятать оружие, но в груди своей. Она бы и сделала это, если бы оружие от страха перед таким злодейцем, выпущенной из дерзновенных рук, не упало. Из немогая, потеряв всякую надежду, чем дольше усматривается она в красоту божественного лица, тем больше собирается с духом. Видит она золотую голову с пышными волосами, пропитанными амброзией, окружающие молочную шею и пурпурные щеки, изящно спустившиеся завитки локонов, одни с затылка, другие с олба, свешивающиеся, от крайнего лучезарного блеска которых сам огонь светильники доколебался. За плечами летающего бога расистые перья сверкающим цветком белели, и хотя крылья находились в покое, кончики нежных и тоненьких перышек трепетными толчками двигались в беспокойстве. Остальное тело видит гладким и сияющим, так что Венера могла не раскаиваться, что произвела его на свет. В ногах кровати лежали лук и колчан со стрелами, благодетельное оружие великого бога. Ненасытная, к тому же и любопытная психея, не сводит глаз смужненного оружия, осматривает и щупает его, вынимает из колчана одну стрелу, кончиком пальца пробует острие, но, сделав более сильное движение дрожащим суставом, глубоко колет себя. Так, что на поверхности кожи выступают капельки розовой крови. Так, сама того не зная, психея воспалала любовью к богу любви. Разгораясь все большей и большей страстью к богу страсти, она полна вожделения, наклонилась к нему и торопливо начала осыпать его жаркими и долгими поцелуями, боясь, как бы не перерывался сон его. Но пока она таким блаженством упоенной, рассудком своим невладеющей волнуется, лампа ее, то ли по негоднейшему предательству, то ли по зловредной зависти, то ли и сама, пожелав прикоснуться и как бы поцеловать свое блистательное тело, брызгая с конца фистеля горячим маслом на правое плечо богу. Эх ты, лампа наглая и дерзкая, презренная прислужница любви, ты обожгла бога, который сам господин всяческого огня. А, наверное, впервые изобрел тебя какой-нибудь любовник, чтобы как можно дольше ночью пользоваться предметом своих желаний. Почувствовав ожог, бог вскочил и увидел запятнанную и нарушенную клятву, быстро освободился от объятий, поцелуев несчастнейшей своей супруге и, не произнеся ни слова, поднялся в воздух. Все.